Две тысячи новогодних елок, отслуживших свое на праздниках, отправились не на помойку. Они еще принесут пользу питомцам Токсовского зубровника и Центра помощи диким животным. Акции по сбору деревьев прошли сразу в нескольких районах города. Дарья Соколова внесла вклад в общее дело. Тоже привезла ели, пообщалась с самыми сознательными гражданами. Что делать, если новогодняя елка перестала приносить много радости? Конечно, ее можно выкинуть, а можно сделать подарок зубробизонам и сдать старое дерево на переработку. Получившуюся щепу отправят на подстилку и корм животным. Елки для зубробизонов собирали 9 районов города в Севоложск и Гатчино. Елку вынести сюда, чтобы не на помойку выбрасывать, а на переработку для зубробизонов. Акция проходит в Петербурге уже второй раз. Год назад за пару часов жители города принесли более 200 деревьев. В этот раз активность петербуржцев не угасла. Некоторые сдали сразу несколько елок. Замечали елки, которые выкидывали под окнами и так далее. Взяли, принесли 4 елочки. Мы вот донесли до акции. Надеемся, что мы поможем каким-то своим вкладам, зубрам и остальным животным. Горожане собрали более тысячи елок и еще 900 деревьев отдали предприниматели. Богатый улов увезли в лесничество. Перемалывать в щепки новогодние стволы будут именно там. Это как тоже наша добровольная поддержка общественности. Наша организация выделила технику. Люди вышли на работу, так скажем, в это время. Еловую труху отвезут в Токсовский зубровник и Центр помощи диким животным Велес. Опилки постелят на полы вольеров для тепла и добавят к основному корму зубробизонов.